Хей-хей! Здорово, народ! Какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хейлплей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что мы с вами сегодня продолжаем проходить финальный сезон Ходячих Мертвецов, второй эпизод под названием «Обездольные дети». Да, и как вы заметили, у нас вновь выпуск Ходячих Мертвецов. Я принял решение, что сейчас нет смысла прыгать по играм, так как у нас произошли огромные пробелы, и надо хоть что-то довести до конца. Поэтому, наверное, те игры, которые мы сейчас запустили, они будут идти подряд, для того, чтобы побыстрее добраться до финала, и для того, чтобы их не нужно было очень долго ждать. Иначе у нас так все ужасно затянулось, я уже объяснял, почему. Вот такое вот я принял решение. Ну, а перед тем, как продолжить, давайте, вручаясь за ваше здоровье, не хворайте. Ну и, ребята, поехали. Надеюсь, я не оставлю эпизод с последней серии минут на 5-10, как я люблю это делать. Но, сами понимаете, не знаю, когда финал, так что получится так, как получится. Спит с подаренной игрушкой. По-моему, там пожарный был похож на женщину. Принес, вот вам. Я заметил, что его рубашка порвалась, когда... Ну, ты поняла. Где ты это взял? Это одежда Тэна. Он носил ее, когда только прибыл сюда. Думаю, и Джею она будет в самый раз. Как он? Получше. Жара уже нет. Спасибо, что принес его. Не за что. Значит, у нас снова есть теплица и бомбы. Это была идея Митча. Я так и понял. Вайлетт говорит, что мы начнем подготовку утром. Хорошо. Похоже, все они согласны принять вас обратно. Во всяком случае, на время. Хорошо, я просто хотел, чтобы они нас простили. Я только сказал, что они не против, чтобы вы остались. Во всяком случае... Да, я все еще болею, как вы понимаете. За день не выздороветь. Да, извините. О, боже. Но это не значит, что они снова вам доверяют. Значит, остальные не против, а сам ты что думаешь? Оставайтесь, пока он поправляется. А потом что? Не знаю, Клементина. Клем? Привет, малыш. Как себя чувствуешь? Лучше. Но все еще болит. Я знаю. Привет, Льюис. Привет, малой. Я скучал по тебе. Мы снова друзья? Выспись хорошенько. Хорошо? Льюис? Он убил его друга, чтобы стать его другом. Я скучала по тебе. А... Прости. Тебе больно, и это наша вина. Дело не только у вас. Марлон, он... Забудь. Мне пора. Я больше не злюсь на него. А ты? Я никогда на него не злилась. Я понимаю, почему он так поступил, почему хотел, чтобы мы ушли. А я не понимаю. Я же был прав. Знаю, малыш, с людьми бывает сложно. Давай посмотрим, что нам принес Льюис. А потом ляжем спать. Долгий был денек. А держит ли ЭйДжея в ней хоть поменьше дырок от пуль? Да. Ага. Джеймс добрый, но мне не нравится спать на земле. Мне тоже. Так, хорошо. Мы сейчас как раз можем кастомизировать немножко нашу комнату. Разместить мухоловку. Отлично. Все уютнее и уютнее. Хотя, кого мы обманываем, нет. Страшное растение. Еще как. Это мухоловка. Она ест жуков. Растение, которое ест жуков? Вот это круто. Да, это и вправду прикольно. Разместить череп пепря. Вот сюда можно. Крутяк. А, неплохо. Интересно, сколько он простоит? Странное растение. Это гриб. Скрип? Вроде не скрипит. Получили с вами ачивку тактильный контакт из-за того, что мы с вами все подряд трогаем и изучаем. Так, открыть дверь это нам не нужно пока что. Так, взглянуть на одежду. Показать Эйджи футболку диско-брокколи. Форму Эриксона спортивную и футболку с псом-ученым. Ну-ка. А как тебе это? Похоже на ботинки Тена. Да, кажется на них тоже, на них тот же персонаж. Круто. А мы ее типа не увидим, а, ну, развернутую. Очень даже ничего. Напоминает куртку Варлана. Ты прав. Но мне кажется, она тебе пойдет. О, смотри, даже диско-брокколи его друг. Хотел бы я посмотреть с тобой этот мультик. И я тоже. Так, диско-брокколи спортивную, наверное, не будем. Хотя спортивная выглядит неплохо. Тут рисунок, его не видно почти на этой футболке. На правой. А здесь видно неплохо рисунок. Ну, а здесь типа для типичного афроамериканца, понимаете? Из какого-то, не знаю, Гарлема, который стреляет в друзей других людей. Вот. Или сделать диско. Типа весело. Там все-таки брокколи, а брокколи это здоровая еда. Будем приучать его ко всякому. Но я выберу, наверное, спортивную форму. Почему нет? Да, давайте. Пойдет. Наденешь, как станет получше, ладно? Ага. Пора спать. Свет мешает заснуть. Я скоро задую свечу. Так, но перед тем, как лечь спать, давайте поднимем к двери. А, да ладно, а теперь дверь недоступна. Кто бы мог подумать. А этот пес ученый клевый персонаж. Да, Тену он тоже нравится. Даже не верится, что раньше это была обычная школа. Понятно. Приятные воспоминания о брокколи, которые танцуют диско. Спокойной ночи. Крепко спи. Ходячим руку не давай. А если они рядом? Бам! Что это с выражением лица было у нее? Очень смешно. Выглядело так, как будто мы поспали пару часов буквально. Так, он наконец-то встал. Переоделся. Лег спать опять. Две недели спустя. Нифига, они еще не напали? Прошло две недели, еще не напали на нас? Учитывая, что у них все готово для нападения, по сути-то. Эй, Джей? Похоже на страшный сон. Где ты? Стопудовый это сон какой-то. Мы сейчас выйдем, уйдем, увидим что-нибудь, типа, как Эй Джей жрет зомби. А, за лошадью в своем сне. Ну да. И... Да, и мы проснемся такие. Что ж, пойдемте за лошадью. Стремновато. Так, а мы, если найдем что-нибудь во сне, я имею ввиду какой-нибудь предмет. Если здесь его вообще можно найти. Мы его как бы заберем с собой. Хотя это было бы странно, поэтому я думаю, что здесь мы предмет никакой не найдем. Эй Джей? А, нам снится нападение. Где, наверное, все умерли. А, нам снится нападение. Эй Джей? Понятно, финала сна мы так не увидели. Но было мрачно. Тебе приснился кошмар? Тот же, что и раньше. О том, что случилось на ранче. Я в норме. Дай мне минутку. Эй, что там у тебя? Тоже кошмары мучают? Может, он все вены режет, как ты пэшка. В последнее время они тебе часто снятся. Мне так спокойнее, когда я не сплю. Не хочу больше спать. Никогда. Наверняка продержусь. Чё-то весна. Дней восемнадцать. Если постараюсь. Что-то я сомневаюсь. Я никогда не встретил кого-то, кто может идти больше, чем... О боже. О, ща, ребят, секунду. Когда же уже... Уйдет все эти сопли и так далее. Невозможно обходиться без сна дольше нескольких дней. Значит, я буду первым. Если бы нам грозила опасность, я бы сумел. Давай, помогу тебе лечь в постель. Нет. Не надо вечно обо мне заботиться. Ты всегда говоришь, терпи. Вот я и терплю. Ты говоришь, будь сильным. И я им стану. Я учила тебя быть сильным, а не глупым. Я не глупый. Отмахиваться от людей, которые пытаются тебе помочь, это глупо. Пожалуйста, не называй меня глупым. Прости, что тебе пришлось так стараться. Объяснять, что я хороший и умный. Что я умнее их. Я буду больше тебе помогать. Чтобы тебе не нужно было во мне заботиться. Ты куда это? В патруль. Патруль. Искать опасность. Плохих людей. Монстров. Всех, у кого... Понятно. А почему бы тебе не остаться здесь? Ложись спать, а я буду сторожить тебя от кошмаров. Как ты это сделаешь? Ты же не волшебница. Откуда ты знаешь? Может, я просто никогда не говорила, что я волшебница? Врёшь ты всё. Что такое? Можно... Можно мне поспать с тобой? Ну, как когда я был маленьким. О, ты слишком взрослый для этого. Конечно, залезай. Мне не страшно. Я просто устал. Ничего удивительного. Уверен, что он тебе подойдёт. Эй Джей? Что? Ты всё ещё маленький. Не приставай ко мне поэтому. Да, я знаю. Интересно, мы под конец сезона увидим Эй Джея взрослым. Сделал ли разрабы такую штуку? Ты как, малыш, готов поработать? От кошмаров я только больше устаю. Я тоже. В твоей кровати мне спалось лучше. Ещё бы. Моя очередь стоять до Зори. У меня есть другие идеи. Другая идея. Какая? Никакая. Просто кое-что важное. Блин, Юис, подойди ты к делу серьёзно хоть раз в жизни. Уже несколько рёбаных дней подхожу серьёзно. Почти две недели. Всё-то все так делают. Возьми себя в руки. Привет. Лилия и Абелю, давно бы пора нагрянуть. Не знаю, раньше я переживала, что мы не успеем подготовиться, а теперь приходится ждать их всех. Это бесит. Помощь нужна? Кстати, нужна. Можешь проведать народ. Убедись, что никто не тупит. Конечно, без проблем. Спасибо, Клэм. Пойду заколочу задний коридор, раз уж Ливис отказывается это делать. А что он? Тренируется, да? Я смотрю, в стрельбе. Помоги им всем подготовиться. Ну, в общем-то, скоро совсем будет атака, раз игра нас... Прямо так к этому подводит. Так, там вроде бы ничего. Тут вроде бы тоже. Так. Ясно. Чёрт. Что такое? Через пару недель или дней, или часов, нас нападут рейдеры, спалят школу и убьют, или угонят нас в рабство. И уже будет неважно, как хреново я с ним обращаюсь. Рейдеры ничего не спалят и никого не угонят. Мы их остановим. Ты говоришь прямо как Марлон. Ну, о драках он говорил маловато, просто он тоже старался всех подбадривать. Годами я только и делал, что травил тупые шутки, играл в тупые игры, пока мой лучший друг тащил на себе бремя, на себе, на себе бремя ответственности. Принимал сложные решения. И спал ночами. А вот потом и вовсе получил пулю в голову. И я ни хрена не сделал. И потом, когда ты пыталась объяснить, кто он такой, и Джей застрелил его, я во всем винил вас, обоих. Я прощаю тебя. Я понимаю, почему ты это сделал, я не злюсь на тебя. Он был моим лучшим другом, почти братом, но он делал страшные вещи. На, держи. Уверен? Он же принадлежит Марлону. Принадлежал, и он защищал им школу, пока... пока не перестал. Давай, попробуй. Лук Марлона, теперь он наш. Вон туда, если можно. Кстати, я буду ржать над каждым твоим промахом. Ни одного промаха не сделаю, смотрите. Так, удерживайте, чтобы прицелиться, и нажмите, чтобы выстрелить. Хорош. Хорош. Меткий стрелок. Достижение. Фига, напомни мне не доводить тебя, когда я буду от тебя на средней дистанции. И на моей груди будет огромная мишень. Захочешь вернуться и еще пострелять? Ты только скажи, ладно? Договорились. Клэм? Спасибо тебе. За все. Вы потренировались с Льюисом в стрельбе. Неплохо, неплохо. Так, взять лук. Это типа пострелять взять лук? Или просто взять с собой лук? Ну-ка, давайте с ним поговорим. Вейлент пошла заколачивать коридор, да? Вроде да. Я думал сам все сделать попозже. Сначала хотел успеть здесь. Не переживай, ей все равно нужно было чем-то себя занять. Ну что ж, рад помочь. Тренируйся сколько хочешь, бери и стреляй. А, это... Нет, все-таки это взять для того, чтобы пострелять. Но нам это не нужно. Перевернуть стол. Халк рушит. Тут не перелезть. Все надо проверить. Так. Что делаешь? Испытываю. Хочу узнать, сработает ли бомба. Эта мелочь никого не убьет. Просто позылью, загорится она или нет. Лучше бы ей загореться. Весь наш план крутится вокруг бомбы. Если они прорвутся внутрь, поджигай бомбу, пока я буду их отвлекать. Фразочка с одного из наших дурацких мотивирующих плакатов. Раньше они тут были повсюду. Я сорвал их все, когда этот бардак только начался. Сырань. Не поможешь? У меня руки отваливаются после целого дня возни с этой штукой. Отойди-ка. Сука! Если не сработает... Я уверена, у тебя получится. Попробуй еще разок. Времени в обрез. Егодом мне играть в ученого и втыкать в это дерьмо. Я разберусь. Просто мне нужно время. Побыть одному. Подумать. Поняла. Не буду тебе мешать. Но все равно спасибо. За помощь. Сейчас сядь, ты ему руки оторвет, короче. Ты сейчас бах такой. Вроде было в пропорции один к двум, но может если вдвое больше, она не... А Митч? Если зажечь больше удобрений и смешать с пропаном... Нет, это тупо. Как, нашел решение? Нет, и не найду, если будешь меня дергать. Извини. Митч, я просто прокликал все диалоги с тобой, не бесись. Ничего полезного не осталось. Интересно, его пытались отстроить после пожара? Он все еще здесь. Рози, что ты там делаешь? Ко мне, девочка. Умница. Что в таких случаях делал Марлон? О, все. Милая девочка, отлично. Плюнуть на могилу Марлона? Надеюсь, там очень красиво, Броди. Где бы ты ни была. Да, он это, он это заслужил. Мисс Мартин, спасибо, что всех защитили. Так, что еще? Так, мы там должны были что-то посередине еще изучить. Упорно не хочется отдавать ему честь. Так, а... А, вон, еще они наверху, да. Надеюсь, они хоть как-то напугают рейдеров. Честно говоря, я не думаю, у них там война идет. Я думаю, вообще посрать на это. Четко и ясно. Похоже, школа готова к войне. Не совсем, правда, понятно, зачем это здесь стоит. Но, да ладно. Как думаешь, когда они придут, с ними будет София и Миня? Не знаю, может быть. Я в дозоре, Клэм, ищу опасность. Как в патруле? Нет, Клэм, дозор это совсем другое. Чем он отличается? Ходить не надо. А, точно. Поговорите с Вайлет. Так, она, видимо, там завершила все свои работы. Коридор перекрыт, как все. Как все. Нормально или, ну ты знаешь? Если честно, до идеала им далеко. Но они стараются, делают все, что могут. Старания не спасут их от похищения. Старания не остановят рейдеров, которые придут сжигать наш сраный дом. Боже, Клэм, никто уже не выдает награды за участие с тех пор, как ходячие начали жрать людей. Потому что ты зануда, и идея у тебя дерьмо. Это у меня дурацкая идея. Это ты несешь какую-то ахинею. Себя бы послушал. Ребят, что за херня? Вайлет сказала, чтобы мы вместе делали ловушки, но Асим вообще меня не слушает. Это не значит, что нужно орать друг на друга. Не суйся. У меня идея. Набить мешками, вещь мешками, кирпичами, если рейдеры заберутся в здание. А, и этот Вилли хочет подвесить здоровенное говнобревно на веревках. Оно вынесет одного рейдера от силы. Дебилизм. Сам-то дебилизм. С кирпичами. Асим прав. Ловушки с кирпичами нам подойдут. Так будет практичнее. Моя тоже практична. Ошибаешься. Такую чушь мог придумать только ребенок. Особенно маленький, который не врубается, что его ждет. Какого хрена? Чувак, ты как? Живой. Блин. Господи. Да мы тут друг друга поубиваем до прихода рейдеров. Что нам нужно тогда разрядить обстановку? Эй, дружище, как делище? Отвянь, чувак. Гордое одиночество не поможет нам победить рейдеров или развеселить твою кислую рожу. Чем дальше, тем больше ты меня бесишь. Ты не менее... Тем не менее, я придумал план, который всем разом полегчает. И этот план, игра. Ну что ж, ребята. А на игре мы с вами и остановимся. Наверняка сейчас в процессе. На нас нападут. Прям вот с минуты на минуту будет нападение. Это 100%. Было нормально. Ничего особенного не случилось пока. Выпуск такой подготовительный все еще. И ничего супер драйвового. Надеюсь, что следующая серия подарит нам горести, смерть, отчаяние и так далее. Все-таки это второй эпизод. И должно все нагнетаться, нагнетаться, нагнетаться. А потом в последних эпизодах прям бух-бух-бух-бух и расслабление. Понимаете, да, о чем? А пока как-то все очень спокойно. Ну а в любом случае, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Не забывайте подписываться на группу ВКонтакте и группу в Стиме. Там уведомления о новых роликах, стримах, музыках после прохождения игр, сторонней информации и всякое такое. С вами был Сергей Халье. Все ссылки в описании под видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok